Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рад сегодня с вами провести вебинар на такую уже трепещущую тему, как введение эффективного контракта в образовательных организациях с 1 января 2019 года. Меня зовут Кандриков Сергей Владимирович, я директор группы компаний «Профзащита». Мы занимаемся оказанием юридической поддержки образовательным организациям. Являемся одной из самых крупных организаций, которая занимается этим направлением. Итак, мы с вами переходим непосредственно к сегодняшней теме нашей встречи. Будем говорить, информации очень много, постараемся очень оперативно ее рассмотреть, чтобы как можно больше нам удалось сделать за отведенное на этот вебинар время. Я постараюсь ответить на все возникающие у вас вопросы, поэтому, пожалуйста, если они у вас будут появляться, пишите в чате, и в конце у нас предусмотрены ответы на все ваши вопросы. Итак, начнем мы с таких базовых понятий, которые уже набили, наверное, вам искомину. Что же такое эффективный контракт, откуда это понятие появилось, и почему в нашей теме заявлено, что с 1 января 2019 года все эффективные контракты должны быть введены во всех образовательных организациях Российской Федерации. Само понятие «эффективный контракт» впервые появляется в распоряжении правительства еще в 2012 году, в 2190-Р. В данном распоряжении вводится понятие «эффективный контракт», в данном распоряжении утверждается примерная форма договора с работниками государственных учреждений, не только образовательных, но и любых других, и установлена, принята программа, которая должна быть реализована в течение трех лет. Кроме того, понятие «эффективный контракт» мы можем встретить и в указе президента номер 597, и в государственной программе российской развития образования с 2013 по 2020 год, и в приказе Министерства труда 167Н, который вы все прекрасно знаете. Итак, немножко вернемся к истории возникновения данного вопроса. Посмотрите на программу, этапы реализации программы, которая утверждена распоряжением правительства 2190-Р. В данной программе установлено, что в 2014-2015 годах необходимо разработать эффективные контракты и заключать с работниками после их разработки именно эффективные контракты. И в 2016-2018 годы завершение работы по заключению трудовых договоров в связи с введением эффективного контракта. И обеспечение в 2018 году всех показателей, связанных с реализацией средней зарплаты в Российской Федерации. И установлено, что в течение всех этих лет будет проводиться мониторинг всех мероприятий. И уже в ноябре Министерство образования планирует провести мониторинг по регионам о переходе на эффективный контракт. Итак, что же такое эффективный контракт? Эффективный контракт – это не что иное, как, если сказать проще, это хороший договор, который должен заключаться с каждым работником в любой сфере, работающей с бюджетом. Где четко прописана трудовая функция, где четко конкретизированы должностные обязанности, и где четко прописаны критерии, при достижении которых работник будет получать стимулирующие выплаты, компенсационные все выплаты прописаны, и прописаны меры социальной поддержки. Все это должно быть уточнено в отношении каждого работника. И вот в случае, если трудовой договор на сегодняшний момент в вашей организации, где вы работаете, полностью соответствует данным требованиям, следовательно, вы уже перешли на эффективный контракт. Такого понятия, как эффективный контракт, вы не встретите в Трудовом кодексе. А главный документ, который регламентирует трудовые отношения с работниками, как вы знаете, по номенклатуре документов, по их иерархии, является именно Трудовой кодекс. И данное понятие, то есть основное понятие во всем этом определении, это Трудовой договор. Где и дальше то, что я сейчас перечислил. И если на сегодняшний момент вы откроете свои трудовые договоры, и посмотрите, и увидите, что в ваших трудовых договорах все то, что я перечислил, уже есть, уже реализовано, ну тогда, что называется, мы идем к вам, и, соответственно, в этом случае вы уже перешли на эффективный контракт. Большинство образовательных организаций, с которыми мы работаем очень давно, на сегодняшний момент еще не полностью перешли на эффективный контракт. Где-то есть регионы, где руководители переведены на эффективный контракт, а в отношении работников эта работа продолжается. И самое большое количество проблем и вопросов при переходе на эффективный контракт вызывают как раз вопросы, связанные с уточнением критериев, при достижении которых работники будут получать стимулирующие выплаты. То есть все, что касается денег, это самые сложные вопросы на сегодняшний момент, которые требуют достаточно серьезной проработки со стороны всех участников образовательного процесса, скажем так. То есть здесь должна участвовать и администрация образовательной организации, и профсоюзная организация, и учителя, и воспитатели, если речь идет о детском саде. То есть все участники должны принимать участие при разработке критериев для стимулирования. И дальше эти критерии должны быть перенесены в трудовой договор, либо должно быть подписано дополнительное соглашение к трудовому договору, где, соответственно, все это будет прописано, чтобы ваши трудовые договоры соответствовали тем критериям, которые установлены для эффективных контрактов. Дальше вы видите приложение, я на нем не буду останавливаться. Это приложение как раз к распоряжению правительства 2190-Р. Это тот самый типовой трудовой договор с работниками бюджетной сферы, который рекомендуется подписывать. Здесь презентацию вы не увидите, но дальше, если вы сможете распечатать это, там все будет видно. Я просто это обозначил для того, чтобы вы понимали, что есть такая типовая форма. Но данная типовая форма, согласно информации от Министерства труда и социальной защиты, подлежит доработке с учетом отраслевых особенностей. То есть нельзя взять эту типовую форму, ее можно взять за основу и уже дальше дорабатывать с учетом тех особенностей, которые есть в определенной отрасли. В образовании, как вы знаете, есть очень много особенностей, которые необходимо учитывать и которые необходимо отразить при заключении трудовых договоров с работниками и при заключении эффективных контрактов с работниками. Под эффективным контрактом мы все теперь понимаем одно и то же. То есть мы с вами вот эти основные определения, с основным определением, что называется, определились. Итак, классика жанра. Это статья 57 Трудового кодекса Российской Федерации. Здесь вы видите обязательные для включения в трудовой договор условия. Мы их берем из Трудового кодекса, они никуда не денутся. Эти условия должны быть в любом трудовом договоре отражены. Если вы этого не сделаете, вы можете получить очень серьезные неприятности при проведении проверки, например, Государственной инспекции труда. Это все то, что должно быть в любом трудовом договоре и в эффективном контракте в том числе. Поэтому эти условия, они обязательны. И здесь, в общем-то, обсуждать особо больше нечего. Значит, вот видите на следующем слайде, в виде такой схемы, вы видите то, что это определение эффективного контракта, о котором говорится в распоряжении правительства Российской Федерации. Итак, как нам уточнить трудовую функцию? Где мы черпаем информацию для уточнения трудовой функции? Конечно же, это должностные инструкции, это ЕКС, Единый коллекционный справочник должностей, и профессиональные стандарты. Это те нормативные документы, из которых мы будем черпать информацию для уточнения трудовой функции каждого работника. Как нам уточнить режим работы работников? Вот если мы с вами вернемся на слайд назад, мы видим, что обязательным условием является режим рабочего времени и времени отдыха для работника, если он отличается от режима рабочего времени других работников. Как мы понимаем, режим работы педагогических работников отличается от режима работы непедагогических работников. Поэтому в трудовом договоре мы обязаны эти особенности отразить. Где мы будем черпать информацию для этого? Конечно же, из приказа Минобра номер 1601 и приказа номер 536 об особенностях работы именно педагогических работников. Что касается показателей и критерия для выплаты премий. Эту информацию мы будем черпать из локальных актов, которые должны быть разработаны в соответствии с действующим законодательством. Все эти показатели должны быть конкретизированы именно в трудовом договоре. И система оплаты труда, которая должна быть установлена у работодателя, она должна быть очень четкой и конкретной. Не допускать никакого двойного толкования. То есть, с одной стороны, в трудовом договоре все должно быть четко прописано, но эти формулировки не должны быть общими. Такого плана, что, например, премирование осуществляется за высокую эффективность работы. То есть, и здесь со стороны работодателя возникает такое искушение, кого-то хочу премирую, кого-то не премирую, потому что данные показатели, они не четкие. И работники не понимают, что значит высокая эффективность. Это как там, это пять двоек или одна двойка. Ну, это я утрирую, к примеру. То есть, все должно быть очень четко, и очень конкретно, и очень понятно для каждого работодателя. То есть, и работодателю, и работнику. Работодатель четко понимает, что при достижении таких-то критериев, я условно говорю, он будет выплачивать работнику, например, в течение года тысячу рублей ежемесячно. Или по итогам года будет выплачено работнику 10 тысяч рублей, или там работник набирает определенное количество баллов, которые превращаются в кавычках, да. Которые потом материализуются в денежном плане для работников, которые набрали данное количество баллов. Да, устанавливается стоимость этого балла, единая для всей организации. И так далее. Но каждому участнику очень четко и ясно, да, при достижении каких критериев он будет получать премию. Вот именно это и есть эффективный контракт. Обратите внимание, что в соответствии с приказом 16.01 обязательным является при заключении трудового договора с учителем указание педагогической нагрузки. Эта нагрузка оговорится в трудовом договоре, и это является теперь обязательным условием трудового договора. Если этого у вас не сделано, значит механизм один, заключаем дополнительное соглашение. Кроме того, дополнительная работа, которую согласие учитель может выполнять, либо педагогический работник, она прописывается либо непосредственно в трудовом договоре, либо в дополнительном. Такая работа, как классное руководство, заведование кабинетами, учебными мастерскими, руководство методическими объединениями и так далее, и так далее. Все это на основании либо трудового договора, либо дополнительного соглашения подлежит дополнительной оплате. Это нельзя вменить в обязанности работника, потому что это четко прописано в приказе Минобра номер 536. Дальше я обращаю ваше внимание на вариант примерных условий трудового договора с учителем. Опять же, примерные условия, коллеги, обращаю на это ваше внимание. Нельзя это взять и как шаблон перенести на вашу школу. Вы должны четко понимать, что это примерные условия. Но здесь вы видите, пункт первый, да, это и есть трудовая функция. То есть, что такое трудовая функция? Это работа по конкретной должности, да, или конкретный вид, поручаемый работнику работы. Работник принимается на работу по должности учителя для преподавания русского языка. Вот это и есть трудовая функция. Работник занят на работе с нормальными, вредными, опасными. Это условия труда на рабочем месте. Данные условия являются теперь также обязательными. И, кстати, при проверках ГИД, при отсутствии таких условий образовательные организации подвергаются штрафу. Давайте я сейчас пролистаю на статью 57 Трудового кодекса, да, пункт 8, условия труда на рабочем месте. Это обязательные условия при заключении трудового договора. Ну и, соответственно, эффективного контракта тоже, да. Ой, извините, я не в ту сторону пролистал. Возвращаемся, да. По результату специальной оценки работнику присваивается там, да, какой класс. Это тоже относится к условиям труда на рабочем месте. Это должно быть обязательно прописано в любом трудовом договоре. А дальше пункт 3, то, о чем мы с вами говорили, да. То есть за дополнительную плату, классное руководство, проверка письменных работ, заведенные кабинетом и другое что-то. Это может быть прописано как непосредственно в тексте трудового договора, так и путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. И так, и так будет правильно, можно делать, как у вас сложилось в вашем образовательном учреждении. Дальше обратите внимание, что трудовые права, они все прописываются либо в должностной, либо в трудовом договоре. Об этом говорится в законе об образовании. Необходимо конкретизировать, чтобы трудовой договор отвечал требованиям эффективного контракта. Необходимо трудовые обязанности конкретизировать непосредственно с учетом специфики работы по определенной должности в образовательной организации. Значит, что это такое, сейчас я вам наглядно поясню. Во-первых, прежде чем я вам покажу картинку, обратите внимание, что должностные обязанности конкретизируются самостоятельно образовательной организацией. Это право образовательной организации. Значит, информацию для конкретизации вы берете либо в ЕКС, в ЕТКС для рабочих, для работы и профессии рабочих, в ЕКС для должностей руководителей специалистов. И, конечно же, профессиональных стандартах. Тема профессиональных стандартов – это отдельная большая тема для отдельного вебинара. Я надеюсь, что теперь мы с вами будем встречаться регулярно. И, может быть, в январе я планирую провести такой большой вебинар по профессиональным стандартам, рассказать о тех особенностях, которые необходимо учитывать при введении профессиональных стандартов. И что необходимо озаботиться введением профессиональных стандартов не позднее, как с января следующего года. Иначе вы просто ничего не успеете сделать. И придем к таким же результатам, как сейчас с эффективным контрактом. То есть с 2012 года реализуем, а вот в ноябре мы начинаем что-то делать для того, чтобы наши договоры привести в соответствии с принципами эффективного контракта. Очень часто возникает на практике вопрос, друзья мои, я просто сейчас внимание теории уделяю. Дальше мы с вами перейдем к таким практическим моментам, но без теории невозможно перейти к практике. Чтобы мы с вами говорили на одном языке, обязательно нужно проговорить и по теории. И вот буквально сегодня звонит один из руководителей школы, с которой мы сотрудничаем, и задает вопрос. Вопрос следующий. Имеет ли право она, учителю, вменить в обязанности, что учитель должен составлять план урока, и учитель должен составлять карту урока. Значит, учитель категорически с этим не согласен, он написал уже возражения свои, где указал, что это относится к обязанностям методиста, к его обязанностям это не относится, поэтому он этого делать не должен. Но оказывается, в соответствии с постановлением Минтруда номер 9 от 2004 года, об утверждении как раз порядка применения единого коллекционного справочника должностей, установлено, что работникам может быть поручена другая работа, которая не предусмотрена конкретными коллекционными характеристиками по данной должности, но предусмотрена коллекционными характеристиками по другой должности. Например, учителю можно поручить работу, которая предусмотрена коллекционными характеристиками по должности методиста, но при этом это не приводит к изменению трудовой функции, и это не требует от учителя другой специальности, другой квалификации. В данном случае учителю можно прописать в должностных обязанностях, что он должен иметь план урока. Если директор, администрация школы считает, что это целесообразно с точки зрения эффективности учебного процесса. Я не специалист в учебном процессе, я специалист по юридическим вопросам, и я вот таким образом ответил на этот вопрос, чтобы вы это просто понимали для себя, что нельзя ограничиваться только узко тем, что прописано в коллекционной характеристике по данной должности. То есть требования современной школы приводят к тому, что обязанности учителя приходится расширять, дополнять за счет новых обязанностей. И, конечно же, мы можем пользоваться коллекционными характеристиками, которые, по моему мнению, уже морально устарели. И я рекомендую всем руководителям пользоваться профессиональными стандартами. Тем более переход на профессиональные стандарты, он отсрочен, но профессиональные стандарты не отменены. И это время, оно уже очень близко. То есть 1 января 2020 года все профессиональные стандарты в сфере образования должны быть введены в действие. И отсрочка до 1 января 2020 года. То есть у вас фактически остался 1 год до того, как профессиональные стандарты в сфере образования вступят в законную силу. И вы обязаны будете пользоваться, в том числе и профессиональными стандартами, при определении квалификации работника. То есть что для вас основное при применении профессионального стандарта? Это квалификация работника. Вот посмотрите на следующем слайде, вы видите, какие образовательные стандарты действуют в сфере образования. Это педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования детей, педагог профессионального обучения, специалист в области воспитания. Вот профессиональные стандарты в нашей сфере, которые все ступят в силу с 1 января 2020 года. А вот как раз та самая таблица, о которой я вам пытался сейчас говорить. Вот примерная форма трудового договора слева. А вот то, что прописано в профессиональном стандарте. Вот что называется «почувствую разницу». Вот примерная форма, это и есть примерная форма. Она подходит, вот эти формулировки, они подходят для любого специалиста в школе. Для дворника, для учителя, для директора, для заместителя. А нам нужно, чтобы трудовой договор отвечал принципам эффективного контракта, прописать в трудовом договоре таким образом обязанности работника, чтобы они регламентировали именно его работу. То есть, учитель должен поддерживать дисциплину, как это установлено в профессиональном стандарте, регулировать поведение обучающихся, управлять учебными группами с целью вовлечения учащихся в процесс воспитания и так далее. И, конечно же, при разработке эффективного контракта необходимо, как я считаю, пользоваться теми современными профессиональными стандартами, которые уже давным-давно разработаны. Но окончательно мы перейдем к их применению с 2020 года. Почему опять возникла отсрочка? Ну, это вопрос не сегодняшней темы. Мы об этом поговорим на других вебинарах, на которых, я надеюсь, с вами еще встретиться обязательно. Но мы с вами должны помнить, что отсрочка, она временная, и время летит очень быстро. И если мы не будем проводить необходимые мероприятия для перехода на профессиональные стандарты, фактически мы не сможем привести и трудовые договора в соответствии с принципами эффективного контракта. Потому что одно из требований, которое должно быть реализовано при переходе, скажем так, на эффективные контракты, это именно уточнение должностных обязанностей, их конкретизация для данной категории работников. То есть для учителя это должностные обязанности учителя, для воспитателя воспитателя, для педагога доп. образования это другие должностные обязанности. Нельзя делать все, слепить один трудовой договор, который подходит всем. Это не отвечает принципам эффективного контракта. Обратите внимание, что в соответствии с постановлением 584, постановлением правительства Российской Федерации, переход на профессиональные стандарты, этот процесс поэтапный. Он требует принятия программы, согласования ее с профсоюзной организацией. Дальше поэтапность предполагает, что должны быть разработаны, то есть выявлены все те должности, которые будут переведены на профессиональные стандарты. Дальше необходимо будет определить, какие работники соответствуют требованию профессионального стандарта, а какие не соответствуют. Если они не соответствуют, значит выработать план, что с этим дальше вы будете делать, если их квалификация не соответствует. Надо отправить на повышение квалификации, либо на переподготовку и так далее. Ну и провести иные мероприятия, в том числе привести локальные акты в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. То есть работа огромная, которую нельзя сделать за один месяц, и нельзя об этом рассказать на вебинаре за один час. Это работа, к которой нужно подойти системно и очень серьезно, для того, чтобы к 1 января 2020 года вы смогли это сделать успешно. Ну вот один из вопросов, на который я бы хотел ответить, что делать, что должен включать в себя план по организации применения профессиональных стандартов, я на этот вопрос уже ответил. И вот очень интересный вопрос. Могут ли обязанности работников, требования к стажу измениться автоматически в связи с принятием профессионального стандарта? Можно ли расторнуть договор с работником, квалификация которого не соответствует профессиональному стандарту? Ответ – нет, нет и нет. И все очень понятно сразу становится. Нельзя автоматически ничего не произойдет. Нельзя уволить тех, которые не соответствуют требованиям профессионального стандарта. Нет такой статьи. Работодатель вправе учитывать это при аттестации работников. Вы знаете, что сейчас проходит эксперимент, и будет меняться и аттестация педагогических работников. И каждый регион должен будет это также учитывать при аттестации работников. То есть, очень много изменений, поэтому они будут проходить очень поэтапно. И проходят уже поэтапно. Я очень надеюсь, что в ваших организациях вы к этому будете готовы, к этим изменениям. Ну, кстати, обратите внимание, что в соответствии с приказом 276 приказа Министерства образования и науки об утверждении порядка проведения аттестации, это пока старый приказ, но тем не менее мы им руководствуемся, он не отменен. Что даже если работник не соответствует требованиям ЕКС, единого коллекционного справедника, либо профстандартам, по решению аттестационной комиссии он может быть назначен на должность, если он обладает теми компетенциями, которые необходимы для работы по данной должности. И директор школы вправе принять такого работника, если есть рекомендации аттестационной комиссии. Это четко прописано в приказе 276. Дальше Трудовой кодекс, статья 144, который регламентирует системы оплаты труда работников государственных муниципальных учреждений. Федеральные учреждения руководствуются своими документами, учреждения субъекта федерации своими документами, они дублируются где-то, пересекаются. Но понятно, что государственные учреждения субъектов Российской Федерации в том числе учитывают документы, которые принимает субъект в плане оплаты труда. В Москве это свои рекомендации, в Подмосковье свои рекомендации, в Хабаровске свои, которые принимает субъект. Если это муниципальные учреждения, также необходимо руководствоваться нормативными актами органов местного самоуправления, которые могут свою какую-то специфику вносить. И все это необходимо учитывать при разработке своих систем оплаты труда своих организаций. Обратите внимание, что не допускается установление, это единая рекомендация на 2018 год, которыми также руководствуются все образовательные организации, что не допускается установление различных окладов, категориям, которые относятся к одной профессиональной группе должностей. Ну и как пример, здесь приводится заключение Государственной службы финансового контроля Департамента образования города Москвы, которая в качестве нарушения указывает, что специалистам, которые относятся к одной коллекционной группе должностей, это учитель-логопед и старший воспитатель, установлены разные базовые оклады, что это противоречит действующему законодательству, в том числе рекомендациям единой трехсторонней комиссии. Дальше обратите внимание, что в единых рекомендациях установлены рекомендации для субъектов и органов местной власти при установлении разработки своих систем рекомендаций по оплате труда. И установлены письмо Министерства образования о разработке показателей эффективности, установлены свои примерные показатели эффективности деятельности педагогических работников. Это просто примерные, которые можно взять за основу при разработке своих показателей критериев эффективности. Я думаю, что в большинстве школ России данные показатели уже, конечно же, давным-давно разработаны, они действуют. Ну вот в том числе есть и такие примерные показатели, которые вы также можете учитывать при переработке, доработке своих положений. Что в соответствии с письмом Минобра о методических рекомендациях, что Минобр рекомендует относить к выплатам стимулирующего характера? Отнесены выплаты за интенсивность, высокие результаты работы, выплаты за стаж непрерывный, за качество, премиальные по итогам работы годы. Ну и при конкретизации необходимо подразделять выплаты, которые носят обязательный характер, постоянный, и выплаты, которые привязаны к качеству работы. Это тоже необходимо разделять. Ну, вот к постоянным выплатам, в качестве рекомендации, рекомендуется отнести выплату за наличие коллекционной категории. Хотя, например, в Москве данная выплата не рекомендована в качестве выплат для стимулирования. И даже для тех, кто имеет первую высшую категорию, это право учреждений, конечно, устанавливать стимулирующие выплаты при достижении данных категорий, но эта выплата не рекомендована на уровне региона. В других регионах данные выплаты могут быть рекомендованы. Например, за стаж работы, непрерывной работы, определяется дифференцированно с учетом продолжительности, ну и так далее, там, где это установлено. Ну и выплаты, которые связаны с результатом, они также могут проводиться, но по тем конкретным критериям, которые разрабатываются образовательной организацией. И все это должно быть прописано в трудовом договоре, чтобы он соответствовал принципам эффективного контракта. То есть вот то, чему и посвящена тема нашей сегодняшнего вебинара. Ну и посмотрите выплаты, которые не рекомендуется вводить, где не установлены конкретные измеримые результаты. Например, такие формулировки, как за добросовестное выполнение обязанностей, за интенсивность труда, за качество труда. За достижение таких критерий не рекомендуется вводить, потому что они не конкретные, они не позволяют установить, кому эти выплаты будут производиться, кому не будут производиться. То есть как установить, что работник добросовестно выполнял или недобросовестно выполнял. Или одному устанавливаются стимулирующие выплаты за то, что он добросовестно выполняет свои обязанности, а другому работнику такие стимулирующие выплаты не устанавливаются. Ну и рекомендовано определять размеры стимулирующих выплат комиссионно. То есть не директор сам сидит и расписывает, этому даем выплату, этому не даем выплату, а все это комиссионно учитывается и определяется. Рекомендуется, чтобы базовая часть, оклад составлял не менее 70% от заработной платы и 30% по рекомендации на 2018 год, это единая рекомендация трехсторонней комиссии, и 30% это стимулирующие выплаты. То есть не рекомендуется устанавливать заработную плату работников в другом соотношении, чтобы заработная плата работника в большей степени зависела от стимулирующих выплат. Посмотрите, как это может быть оформлено в эффективном контракте. Это форма, которая утверждена приказом Минтруда. Компенсационные выплаты, наименование выплаты, размер этой выплаты и фактор, который обуславливает получение данной выплаты. Стимулирующие наименование, условия, показатели критерий эффективности, периодичность и размер. Я думаю, что для вас это не представляет какой-либо новой информации. Вы, наверное, примерно так, если вы уже перешли на эффективный контракт, это и прописываете в договорах с работниками. Это достаточно, кстати, когда наша организация разрабатывала примерные формы эффективных контрактов для работников, мы как раз отталкивались именно от этой примерной формы, но внося свои особенности, то есть с учетом тех особенностей, которые есть в сфере образования и в конкретном регионе. Кстати, обратите внимание, что в трудовом договоре, помимо обязательных условий, которых 10, в статье 57 они прописаны, могут быть установлены и дополнительные условия, которые не являются обязательными. Они как бы факультативные, они могут быть, а могут и не быть, но тем не менее, вы их также можете эти условия прописывать в договорах с работниками. Это условия об испытании, об уточнении места работы, о неразглашении охраняемым законом тайной, об обязанности работника работать после, если это ученический договор после обучения, да, о видах и условиях страхования работника. Это как раз вот относится к мерам социальной поддержки, если вдруг в вашем регионе это есть, это было бы, это очень здорово. Ну и так далее, да, то есть это факультативные условия, которые могут быть, могут и не быть, и если их нет, вас за это не накажет трудоинспекция при проведении проверки. Это ваше право, если вы их хотите использовать, пожалуйста. Но, конечно же, я, например, рекомендую при заключении договора устанавливать испытания, да, это один из способов защиты работодателя от недобросовестных работников или от работников, которые, ну, работают, скажем так, неэффективно, да, и здесь можно более-менее безболезненно, если вы это выявите, с такими работниками расстаться. Для этого есть механизмы, которые прописаны в Трудовом кодексе. Дальше обратите внимание на уже такую более конкретную практическую информацию, которая отражена на следующем слайде, да. В 2014-2015 годах счетная палата Российской Федерации проводила проверку. По результатам выявлены следующие нарушения в учреждении высшего профессионального образования. Значит, ряд установленных выплат стимулирующего характера не содержит критериев, позволяющих оценить результативность и качество работников-сотрудников. Ну, организация просто здесь не называется, которая проверялась. Вот как раз то, о чем мы с вами говорили, то есть выплаты не конкретны, да, и счетная палата отмечает это как нарушение, ну, и в качестве устранения данных нарушений предлагается, ну, естественно, это устранить и привлечь к ответственности виновных лиц. Дальше, посмотрите, в 2013-2014 годах счетная палата проверяла ДИП-академию, значит, и в ходе проверки было установлено, что критерии, утвержденные положением о порядке стимулирования, не имеют конкретных измеримых параметров, что говорит об их формальном характере. И это тоже именено как нарушение. Дальше, обратите внимание, счетная палата указывает в качестве нарушений при проверке Пензенской области, что только 4% медицинских, ну, здесь пример приводится с медицинскими организациями, перешла на эффективные контракты, да, и считаем целесообразным данное нарушение устранить. За нарушение трудового законодательства при нарушении трудового и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, предусмотрена ответственность на должностных лиц, это кодекс об административных нарушениях, от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, на юридических от 30 до 50 тысяч рублей, за ненадлежащее оформление трудового договора, то есть вот если, например, какого-либо условия, которое должно быть в соответствии с статьей 57 Трудового кодекса, у вас нет в трудовом договоре, да, любого условия, да, соответственно, за это предусмотрен штраф уже более серьезный, на должностных лиц от 10 до 20, на юридических от 50 уже до 100 тысяч рублей. И, коллеги, я не хочу вас пугать и сразу замечу, что, как правило, при проверке образовательных организаций ГИД ограничивается штрафом по совокупности всех нарушений, один штраф выписывается, да, но для, например, коммерческих организаций есть практика, которая, кстати, достаточно успешно применяется уже ГИДом, да, ГИД – это государственная инспекция труда, в каждой регионе она своя, есть федеральная инспекция труда, ну, то есть не своя, а есть отделение, да, и в целом есть федеральная инспекция, то есть это федеральная структура. Так вот, смысл заключается в том, что при проведении проверок коммерческих организаций накладывается штраф на организацию за каждое нарушение в каждом трудовом договоре, в том размере, который предусмотрен, например, часть 4 статьи 5.27. И есть примеры, когда коммерческие организации штрафуют и на 3, и на 5, и на 20 миллионов рублей, есть такая практика. Поэтому пока этим инструментом ГИД в отношении бюджетных организаций еще не пользуется, но это уже опробировано на коммерческих организациях. То есть что это означает для вас? Ну, не для вас, а для организации, например, да? Есть, например, трудовой кодекс, ой, господи, трудовой договор. В этом трудовом договоре не прописано условия труда на рабочем месте. То есть не написано допустимые, оптимальные условия, да? Да, и не прописано результаты оценки, результаты труда, уже начинаю заговариваться, вот 40 минут, говорю без перерыва, да? То есть не установлено условия труда по результатам специальной оценки. Вот за каждое такое нарушение потенциально работодатель, да, в том числе и школа, может быть привлечена к административной ответственности под частью 4 статьи 5.27, да? За нарушение, вот сколько у вас, например, 100 человек работает, да, в школе, вот за каждое нарушение в каждом трудовом договоре, то есть вы умножаете, например, сумму 50 тысяч рублей штраф на юридическое лицо, умножаете на 100, вот получаете сумму штрафа. Вот так ГИД сейчас штрафует коммерческие организации, да? Я не хочу вас пугать, например, я не сталкивался с такими штрафами в бюджетных организациях, но, возможно, в вашем регионе уже есть и такие примеры, да? И если они есть, вы можете в чате написать, и мы это тоже можем обсудить. Ну вот, посмотрите в качестве примеров то, о чем я вам говорил, да? Да, значит, оштрафованная организация на 50 тысяч рублей ГИД оштрафовал за уклонение от оформления трудового договора или ненадлежащего оформления. Нарушение заключалось в том, что в трудовом договоре с работником не были указаны дни выплаты заработной платы, а также нормы смывающих и обеззараживающих средств. И решением суда данный штраф признан законом, обоснованным, и организация не смогла его отменить. Или еще один пример. Не указано условия труда на рабочем месте, да? Условия об оплате труда и времени отдыха. Также штраф выписан, и суд оставил данный штраф без изменения. Какие есть рекомендации по оформлению трудовых отношений при переходе на эффективный контракт? Естественно, это нельзя сделать на раз-два. По мановению волшебной палочки ничего не произойдет, к сожалению. Поэтому есть статья 74 Трудового кодекса, которая регламентирует порядок изменения условий трудового договора. Об этом работник должен быть проинформирован в письменной форме не позднее, чем за два месяца. И для этого должны быть организационные и технологические изменения в организации. То есть нужно обосновать, почему вы меняете условия трудового договора. Просто так взять и изменить нельзя. Здесь обоснованием будет переход на эффективный контракт. Но опять же, либо на профессиональные стандарты переход, это тоже будет как одно из обоснований. Но в любом случае вы должны понимать, что если вдруг в суде возникнет спор, вам нужно будет доказывать в суде, что у вас были основания для изменения условий трудового договора. Для этого вы готовите текст уведомления в письменной форме. Это уведомление под роспись вручаете работнику. Приложением к этому уведомлению является текст тех изменений к трудовому договору. Фактически то дополнительное соглашение, которое вы хотите заключить для того, чтобы ваш трудовой договор соответствовал принципам эффективного контракта. А если вы серьезно подойдете к этой работе, вы поймете, что фактически вам нужно в некоторых случаях полностью менять трудовые договоры. И, как правило, пишут, заключается дополнительное соглашение, трудовой договор, номер от такого-то числа, изложить в следующей редакции. Вот заключить новый трудовой договор нельзя, так как трудовой договор, он один, он заключается один раз и заключается на все оставшееся время, пока работник у вас будет работать. 50 лет, значит, 50 лет у него будет трудовой договор, один. Но к этому трудовому договору можно заключить дополнительные соглашения. Вот в этом и заключается смысл статьи 74 Трудового кодекса. Ну вот перед вами тоже очень мелко, но тем не менее, вот мы делали для тех организаций, с которыми мы сотрудничаем, с которыми мы заключили договор на юридическое сопровождение, мы делали какое-то текст уведомления об изменении условий трудового договора. Пожалуйста, вы можете взять за образец, на его основе разрабатывать свое уведомление. Ну, это то, о чем мы с вами говорили, просто это другими словами сказано, вы это тоже сможете почитать. А теперь мы с вами рассмотрим примеры из судебной практики. Я думаю, что для вас это очень существенно, очень важно понимать, что вообще как судебные органы, судебные инстанции воспринимают те или иные изменения условий трудового договора. Ну вот, например, определение Московского областного суда 2010 год в связи с внедрением специального программного обеспечения работодатель утвердил новую редакцию должностной инструкции, в которой конкретизированы должностные обязанности. От продолжения работы в новых условиях работник отказался. Уволено по пункту 7 части 1 статьи 77 Трудового кодекса. Увольнение призвано судом правомерным, потому что у работодателя были основания для изменения должностной инструкции. Работодатель вправе менять должностную инструкцию, так как изменились условия труда на рабочем месте. Соблюдена процедура, основания были, увольнение признано законом и обоснованным. Еще один пример из судебной практики, на которую я хочу обратить ваше внимание. В связи с увеличением объема производства работодатель утвердил новую инструкцию, которую занимал работник. Указанная инструкция предполагала увеличение объема должностных обязанностей в пределах коллекционной характеристики, приведенных в коллекционном справочнике. От продолжения работы работница отказалась, уволена по пункту 7 части 1 статьи 77. Суд данное увольнение, это, кстати, решение Астраханского областного суда, признал законным, правомерным и в восстановлении на работе отказал. При этом указал, что трудовая функция работника не меняется, что работодатель вправе, в соответствии с статьей 284, изменять условия трудового договора. И процедура была соблюдена, основания были законными, поэтому, соответственно, суд работника не восстановил. У работника уменьшился объем должностных обязанностей. В праве ли работодатель уменьшить таким образом объем работы, например, с одной ставки на 0,5 ставки, и, соответственно, пропорционально уменьшение объема работы уменьшить заработную плату. Об этом работодатель уведомил работника, так как объем работы уменьшился по данной должности. И, соответственно, работник с этим не согласился, то есть он предложил ему работать уже в новых условиях, на 0,5 ставки. Работник не согласился и, соответственно, был уволен, и данное увольнение было признано законным и обоснованным. Ну, теперь вот другой пример, который тоже хотел вам привести. Работодатель уведомил о переименовании должности. Одновременно об уменьшении объема должностных обязанностей и размера заработной платы в связи с изменением штатного расписания. То есть фиксируем изменение должности, изменение объема, изменение зарплаты. То есть фактически работодатель требовался перевод работника с одной должности на другую. Но работодатель его уведомил об изменении существенных условий трудового договора. То есть таким образом уклонился от процедуры, то есть если работник не соглашается с переводом, здесь может быть использована процедура сокращения. Но работодатель уклонился от проведения процедуры сокращения и провел процедуру изменения условий трудового договора. И уволил ее по пункту седьмому. Данное увольнение было признано незаконным, необоснованным, потому что фактически была введена другая должность, от которой работник отказался. Извините, тогда нужно было работника сокращать. И работник был восстановлен на работе. Это определение Верховного суда Российской Федерации. Еще один интересный пример. То есть у работника изменилась заработная плата. Никаких оснований для изменения заработной платы у работодателя не было. Он не смог представить в суде доказательства, что были основания какие-то законам предусмотренные. И законам, и вообще технологически, организационно. То есть ничего не изменилось у работодателя. Да, финансирование ему выделяется. Но если мы говорим, например, про бюджетную организацию, ничего не изменилось. То есть он просто захотел изменить, уменьшить размер оплаты труда работника. Конечно же, это является незаконным. И суд встал в этой ситуации на сторону работника. И работника восстановил. Таким образом, мы с вами вкратце сегодня рассмотрели все те особенности, которые связаны с переходом на эффективный контракт. Мы с вами определили, что для этого необходимо уточнить, еще раз повторяю, трудовую функцию, уточнить должностные обязанности работников и четко прописать критерии для стимулирования работников, четко прописать критерии, при достижении которых работники получают компенсационные выплаты и также меры социальной поддержки. Если все это у вас четко прописано в договоре с работником, который уже есть, который действует и применяется в вашей организации, значит, ваши трудовые договора соответствуют принципам эффективного контракта и вам ничего не нужно делать. Для вас ничего не поменяется. Вы можете спокойно продолжать работать. Если же на сегодняшний момент ваши трудовые договора не соответствуют принципам эффективного контракта, вам необходимо в соответствии с распоряжением правительства 2190-Р привести трудовые договора в соответствии с принципами эффективного контракта. Для этого необходимо будет провести определенную, достаточно серьезную работу по переходу на эффективный контракт. После проведения этой работы мы с вами поговорили, в чем заключаются нюансы этой работы, как ее нужно проводить, каков механизм этой работы, какие ошибки допускают работодатели при изменении существенных условий трудового договора. И, подытоживая все вышесказанное, если вы все сделаете правильно, спокойно, не махая шашкой, то все будет хорошо, и у вас еще достаточно времени. Есть два способа изменения условий трудового договора. Один способ, как я вам сказал, по 74-й, уведомит работника в письменной форме за два месяца об этих изменениях. И если предлагать ему другие вакансии, если он вдруг не согласен с продолжением работы и так далее. А если он согласен, вы его уведомили, на вашем уведомлении он написал, что да, я согласен продолжить условия, продолжить работу в новых условиях, то, соответственно, вы с ним подписываете дополнительное соглашение к трудовому договору, и спокойно работник продолжает работать. И вы выполнили те задачи, которые ставит перед вами государство, да, и работник доволен, потому что теперь четко он понимает и видит, соответственно, за что он будет получать стимулирующие компенсационные выплаты. И всем хорошо, и все счастливы, и все довольны. Дальше я хотел бы обратить ваше внимание, что наша организация осуществляет юридическую поддержку именно образовательных организаций. Мы на этом специализируемся. Если у вас возникли какие-то вопросы, и вы хотите на них получить ответы более подробные, мы приглашаем вас к сотрудничеству путем заключения договора на юридическое сопровождение. У нас очень низкие цены, да, вы с более конкретной информацией можете ознакомиться на нашем сайте, либо позвонить по телефону, он бесплатный для всех регионов, вот, либо самостоятельно зайти на наш сайт, либо можете написать на нашу почту вопросы, которые у вас возникают. Мы с удовольствием будем работать с вами, будем сотрудничать по всем направлениям. И сейчас мы с вами переходим к ответам на вопросы, которые поступили в ходе нашего сегодняшнего вебинара. Я постараюсь ответить на все вопросы. Я вас благодарю за такие положительные отзывы, которые поступили по итогам. Итогом я смотрю чат, да, и сейчас я постараюсь ответить на те вопросы, которые у вас возникли по ходу нашего сегодняшнего вебинара. Значит, вот один из вопросов. Все критерии у нас хорошо прописаны на выплату стимулирующего характера, а финансов нет, ее не выплачивают. Куда обращаться? Ну, вопрос очень серьезный, да, в зависимости от того, кто отвечает за ваше финансирование. Это может быть субъект федерации, это может быть муниципалитет. Вот в зависимости от этого вы, соответственно, можете обратиться. Либо, если ваша школа подчиняется непосредственно субъекту в субъект, департамент, да, образования соответствующего региона, либо в муниципалитет. Вот просят еще раз координаты. Я, значит, во-первых, вы сможете эти координаты увидеть в нашей презентации. Еще раз, пожалуйста, вы можете записать эти координаты. Наш телефон 8 800 652 47, он бесплатный абсолютно для всех регионов, да. Наш e-mail право-профсобакамейл.ру И наш сайт 3w-профзащита-к.ру Вот, значит, я прошу не переживать, если вдруг вы сайт сегодня не сможете зайти на наш сайт, вы сможете это сделать завтра, просто сегодня мы перенесли его на новую платформу, и, может быть, какое-то время он немножко будет не работать, да. Но ничего страшного, завтра он точно должен работать, а может быть, уже и сегодня он будет работать. Я это просто для уточнения. Так, следующий вопрос. Почему за категорию должны платить и стимулирующие? Сейчас оклад зависит от категории. Вот это совсем непонятно. Ну, потому что есть соответствующие рекомендации, да. В вашем положении об оплате труда это может быть прописано по-другому, это может быть выплата как компенсационного характера носить, да. Но мне кажется, это не что иное, как стимулирующая выплата. То есть вы достигли определенных результатов, да, вы получили категорию, и за это вас стимулирует работодатель, да. И другие работники, которые не имеют данной категории, видя, что вы получаете стимулирующие выплаты, соответственно, также будут стараться получить соответствующие категории. Если нагрузка меняется каждый год, заключать ежегодно доп. соглашения? Да, если нагрузка меняется ежегодно, доп. соглашения необходимо заключать ежегодно. И если в течение года нагрузка меняется, вам тоже придется заключать дополнительные соглашения к трудовому договору. Дальше. Будет ли увеличен должностной оклад работникам образования? Но это зависит от вашего региона, в котором вы работаете, да. И в зависимости от наличия возможностей, либо в вашем муниципалитете, либо в регионе, все будет зависеть от этого. Вебинар по профстандартам очень актуален, как и вопрос по новой форме аттестации. Да, я согласен, и мы будем планировать проведение такого вебинара сразу после Нового года, потому что, мне кажется, сейчас данный вебинар будет не до этого. И, возможно, в декабре мы проведем вебинар по организации платных услуг, по всем тем последним изменениям, которые произошли в действующем законодательстве, что необходимо учитывать, потому что это тоже очень актуальная и важная тема. Следующий вопрос. Если критерии стимулирующих выплат разработаны и распределяется один раз в полгода комиссии, как прописать размер этих выплат, если человек принят на работу после заседания комиссии? Не очень понятен вопрос. То есть, если он принят после заседания комиссии, какие он тогда может получить стимулирующие выплаты? Вы можете уточнить свой вопрос. Этот вопрос задает Семенкова. Извините, если я неправильно ставлю ударение. Да, Левтина Владимировна, но я не понимаю, если работник принят после заседания комиссии, значит, соответственно, за данный период то никаких стимулирующих выплаты получить не может. Поэтому в чем вопрос, не могу понять. Добрый вечер. Обязан ли учитель выполнять работу лаборанта без оплаты? Спрашивает Ибрагимова Эльмира Веляхметовна. Нет, я считаю, это не входит в должностные обязанности учителя. Это совершенно другая должность. Поэтому он эти обязанности выполнять без оплаты не должен. Белобанова Нелли Николаевна спрашивает, где четкие критерии для стимулирования. Четкие критерии, как раз мы с вами сегодня об этом и говорили, должны быть прописаны в ваших локальных актах и, соответственно, перенесены в трудовой договор или эффективный контракт с работником. И чтобы трудовой договор соответствовал принципам эффективного контракта, как раз эти критерии и должны быть в нем прописаны. Скажите, пожалуйста, стимулирующие выплаты по контракту должны быть конкретными и фиксированы или могут быть прописаны расплывчатые и каждый месяц быть разными? Мы тоже сегодня об этом очень много говорили. Конечно же, они должны быть очень четкими и конкретными, чтобы и не допускать двойного трактования, чтобы работнику и работодателю было понятно, при достижении каких критериев работник будет получать стимулирующие выплаты. Поэтому очень важно, чтобы они были ясными. Размер может быть разным в зависимости от возможности организации, от той экономии, которая остается на выплату стимулирующих выплат. Размер может уточняться раз в месяц, либо раз в полгода, либо раз в кварт, в зависимости от того, с какой периодичностью выплачиваются стимулирующие выплаты. Но критерии не должны меняться из месяца в месяц. Иначе данный трудовой договор не будет отвечать принципам эффективного контракта. Потому что работник не будет понимать, а за что, к чему ему стремиться, чтобы получить стимулирующие выплаты. Никакого смысла для организации в этих выплатах не будет. Так как работник не понимает, при достижении каких показателей он будет получать выплаты. То есть теряется вообще смысл стимулирования работников, если каждый месяц стимулирующие выплаты будут меняться. То есть организация должна быть заинтересована в том, чтобы работники четко понимали, при достижении каких измеримых результатов они будут получать премии, стимулирующие выплаты. Например, за подготовку детей к ГИОЕГЭ, к Олимпиадам, за участие в каких-то мероприятиях. То есть все, что можно четко зафиксировать, четко посчитать. Именно такими должны быть критерии. И тогда и работодателю, и работнику понятно, за что. То есть работодатель нацеливает работников на достижение определенных результатов, на которые его нацеливает Департамент образования соответствующего субъекта или Управление образования муниципалитета. И всем все четко и ясно. Кто будет определять сумму премиального фонда с 1 января 2019 года? Как мы с вами говорили, сумма определяется комиссионно. Желательно это делать комиссионно. Но, как правило, это делает руководитель учреждения. Можно ли прописать, что премирование осуществляется на основе положения стимулирования образовательной организации? Вы прописать можете, но в этом случае ваш трудовой договор не будет соответствовать принципам эффективного контракта. Это как раз то, что и сейчас прописано в большинстве трудовых договоров с работниками. Это неэффективный контракт. Если критерии стимулирующих выплат разработаны и распределяются один раз в полгода комиссии, как прописать размер этих выплат, если человек принят на работу опять после заседания комиссии? Непонятный вопрос. Вы тогда мне напишите на почту. Я на этот вопрос отвечу отдельно. Следующий вопрос Астахова Ольга Владимировна задает. А может ли руководитель переделать трудовой договор на эффективный стандарт и не уведомить об этом сотрудника? Здесь немножко Ольга Владимировна спутала два понятия. Эффективный контракт и профессиональный стандарт. Все-таки, наверное, речь идет об эффективном контракте и не уведомить об этом сотрудников. Но такого просто быть не может. Потому что работодатель должен заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. А это он может сделать либо путем подписания документа, либо путем уведомления работник. Сначала уведомление, а потом подписание дополнительного соглашения. Если он согласен продолжить работу в новых условиях. То есть сделать без работника это невозможно. Ненормированный рабочий день нашей профессии позволит ли вменить нам дополнительные обязанности без дополнительной оплаты? Сдает вопрос Мухина Ирина Алексеевна. Очень важный вопрос, мне кажется, Ирина Алексеевна задает, но он не конкретный. То есть о каких дополнительных обязанностях идет речь. Если была бы конкретная информация, я мог бы ответить на этот вопрос. А так я не могу на него ответить. Он не конкретен. Можно ли принять на работу работника, не имеющего педагогического образования, на должность воспитателя группы продленного дня? Но это педагогическая должность. Есть определенные требования к квалификации по данной должности. И принять на работу совсем без образования нельзя работника. Можно на основании решения аттестационной комиссии, он может быть принят, если его уровень образования позволяет выполнять эту работу. И опыт имеющийся, положительное заключение комиссии, он может быть принят без соответствующего образования. Но в любом случае ему нужно будет пройти соответствующую либо переподготовку, либо повышение квалификации. Обязан ли учитель при оплачиваемой нагрузке 18 часов быть в школе 36 часов? Нет, конечно, не обязан. Этот вопрос уже, мне кажется, давно-давно решен в пользу учителя. Есть нормируемая часть. Это все прописано в 536 приказе Министерства образования об особенностях работы педагогических работников. Есть нормируемая часть рабочего времени, это так называемые часы, которые ведет работник. Это ставка 18 часов для учителя. Есть ненормируемая часть. Все, что касается ненормируемой части, работник, конечно же, обязан выполнять все то, что прописано и относится к ненормируемой части рабочего времени. Кстати, в трудовом договоре, мы с вами говорили об этом, также эти особенности необходимо прописать, что у работника есть нормируемая часть, есть ненормируемая часть, что он обязан делать в соответствии с ненормируемой частью рабочего времени. И если есть какие-то мероприятия, на которых работник должен принимать участие, например, педагогический совет, методический совет, еще какие-то заседания кафедр, консультация родителей, консультация встречи с учителями и так далее. Все, что запланировано, все, что предусмотрено программой работы образовательной организации и все, что не относится к урокам, конечно же, учитель обязан посещать, он обязан быть на этих мероприятиях, участвовать в этом. Но если в этот день учителя нет никаких мероприятий, он провел свои уроки, все, что необходимо сделать, он вправе покинуть и уйти домой, и готовиться к урокам дома, проверять задания дома, тетради дома проверять. Для этого он не обязан сидеть на своем рабочем месте. Это, кстати, очень четкая позиция профсоюзной организации, и мы, я, например, считаю ее правильной и соответствующей действующему законодательству. Кто будет разрабатывать в каждой школе эффективный контракт? Кто этому научит администрацию? Все, что написано в профстандарте педагога, войдет в должностные обязанности. Тогда что будем стимулировать? За что платить? Оплата ставки педагога ничтожная, а обязанностей много. Будет ли увеличена ставка? Пожалуйста, я абсолютно не возражаю, чтобы была увеличена ставка, но опять же подчеркиваю, что это зависит от финансовых возможностей конкретного региона и, соответственно, образовательной организации, которая финансируется из бюджета региона. Поэтому здесь я вам не могу четко сказать, да, будет ли в вашем регионе увеличена ставка педагогических работников. Но вы знаете, что есть указы президента майские, согласно которым средняя заработная плата учителей должна быть не ниже, чем средняя заработная плата по региону. И в большинстве регионов данная задача решена. За счет чего она решена, это другой вопрос. За счет интенсификации труда, за счет, может быть, какого-то сокращения, увеличения нагрузки. Но, тем не менее, эта задача в большинстве случаев решена. Кто будет разрабатывать в вашей школе эффективный контракт, я вам тоже не могу сказать. Есть администрация школы, есть специалисты, например, специалист по кадрам в обязанности, которую входит разработка, в том числе и трудового договора. Но конкретно критерии для стимулирования, это, конечно, задача не одного специалиста по кадрам, это комплексная задача. И она должна решаться комплексно. И специалист по кадрам, либо какой-то другой специалист, который получает оплату за эту работу, он не может в одиночку, или юрист, или компания, с которой вы сотрудничаете, юридическая, и она не может в одиночку взять и разработать критерии для стимулирования работников в вашей школе. То есть, получается, без вашего участия этого сделано быть не может. И это абсурдно, чтобы кто-то один, либо какая-то сторонняя организация разрабатывала критерии для стимулирования работников конкретной организации. Это нужно делать непосредственно в данной организации. Как поступить с работником, спрашивает Ющенко Татьяна Викторовна, которая сейчас отказывается подписывать контракт, потому что все критерии прописаны общими фразами. Отказывается подписывать, вы имеете в виду контракт, это трудовой договор. Если он отказывается подписывать трудовой договор до приема на работу, вы его просто не принимаете на работу. Потому что основанием для издания приказа о приеме является трудовой договор. Если он отказывается подписывать, вы говорите, хорошо, вы отказываетесь подписывать, значит, вы нам не подходите, мы вас на работу не принимаем. А вот если вы допустили работника до работы без подписания трудового договора, то, конечно же, работник начнет вам выкручивать руки, заламывать вам руки, потому что теперь у него более сильная позиция по сравнению с вашей позицией. Потому что он уже допущен до работы, а работодатель в соответствии с трудовым кодексом обязан в течение трех или пяти дней оформить с ним трудовой договор. И он будет делать все, чтобы работник подписал такой трудовой договор. То есть это просто неправильный шаг со стороны администрации, организации, которая допустила работника до работы без подписания соответствующих документов. И основополагающим документом является, безусловно, трудовой договор. А что делать? Ну, будете уговаривать, акт составлять, чтобы работник отказался от подписания. Но это очень плохая ситуация, если вы допускаете до работы сотрудника, который не подписал трудовой договор. Сколько времени должен находиться учитель в школе, если у него ставка 16 часов и классное руководство? Но 16 часов и классное руководство, наверное, не ставка. Ставка у нас у учителя 18 часов, а нагрузка, наверное, учебная нагрузка 16 часов, классное руководство. Но вот 16 часов плюс это он четко должен свои уроки отводить. А все остальное регламентируется планами работы учителя, планами работы школы, теми мероприятиями, которые предусмотрены в работе школы. И, соответственно, в его выполнении дополнительного функционала как классного руководителя. То есть, если это предусмотрено планами работы, встречи с детьми, проведение каких-то мероприятий как классного руководителя, конечно, он в это время должен находиться в школе. То есть, четко регламентировано 16 часов, все остальное регламентируется планами работы учителя, планами работы образовательной организации, которую тоже должен выполнять. Почему в разных регионах разная ставка педагога? От чего это зависит? Когда учителям поднимут заработную плату? Ну, потому что в разных регионах, уважаемый Николай Анатольевич, разная средняя заработная плата. В Москве это одна сумма, в Питере другая сумма, в Екатеринбурге третья и так далее. Есть указ президента, согласно которому средняя зарплата учителя не должна быть меньше средней заработной платы по региону. Соответственно, от этого и в этом и заключается разница по зарплате. Почему сняли надбавку за высшую категорию? Ну, я вам не могу сказать, уважаемая Светлана Николаевна, почему вам сняли надбавку за высшую категорию. Данный вопрос вам необходимо сначала адресовать администрации своей школы, где вы работаете. И только после получения ответа вы вправе обжаловать действия администрации в установленном порядке. Если вы считаете, что ваши права нарушены и с вас незаконно сняли доплату. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно видеть документы, на основании которых вам производилась данная доплата. И документы, на основании которых вам ее сняли. Дальше, следующий вопрос. Комиссия распределяет, но руководитель делает корректировку по своему усмотрению. Но этого не должно быть. Распределение стимулирующих выплат должно четко регулироваться локальными актами. И если в локальных актах прописано, что это делает комиссия, значит руководитель по своему усмотрению. Если это только не предусмотрено локальным актом о распределении стимулирующих выплат, соответственно, не имеет права ничего корректировать. На кого из работников администрация школы может возложить обязанности по разработке эффективного контракта, его своевременные изменения и дополнить соглашение к нему? На этот вопрос, уважаемая Наталья Викторовна, я уже отвечал ранее. На какой срок заключается эффективный контракт? Эффективный контракт заключается на тот же срок, на который был заключен... Он не заключается, эффективный контракт. Эффективный контракт это тот же трудовой договор. Поэтому срок трудового договора, от того, что вы переходите на эффективный контракт, а под эффективным контрактом мы с вами договорились, что можно считать, он не меняется. Срок трудового договора вы ни в коем разе при переходе на принципы эффективного контракта не меняете. Это обязательное условие, оно никак не связано с переходом на эффективный контракт. Правильно ли я поняла, что при подписании у работника должна остаться та зарплата, которую он получает на данный момент? Стимулирующая начисляется сверх этой суммы. Работник не должен ведь потерять в зарплате. Вы правильно поняли, что работник ничего не теряет. Зарплата у нас состоит из трех составляющих. Это оклад, это неизменная часть зарплаты, это стимулирующие выплаты и компенсационные выплаты. Из этих трех составляющих складывается в целом зарплата работника. И оклад по рекомендациям должен составлять не менее 70%, стимулирующие порядка 30%, но со всеми остальными тогда 30% это стимулирующие и компенсационные выплаты. Дальше, следующий вопрос. Самый эффективный контракт разработать несложно. Сложно постоянно отслеживать и своевременно оформлять изменения. Очень хочется понять, может ли руководитель распределить обязанности по эффективному контракту работников между заместителями. Не очень понятен вопрос, какие имеются в виду обязанности, какие обязанности хочет распределить руководитель. Обязанности, связанные с изменением к эффективному контракту. Разработка изменений к эффективному контракту. Для этого, конечно, есть заместители, есть специалисты по кадрам, которые этими вопросами могут заниматься. Кто должен заниматься разработкой эффективного контракта, если в школе нет юриста? Значит, пожалуйста, вы можете обратиться в нашу организацию. Мы готовы вам помочь за совершенно небольшую оплату по договору на обслуживание юридическое. Можно ли заключить контракт на один год с педагогом пенсионного возраста? При принятии работника вы можете заключить срочный трудовой договор с работником, достигшим пенсионного возраста. По возрасту, по старости. Не путайте это с педработи, которые получили досрочную пенсию по старости. И не достигли пенсионного возраста. 55 для женщин раньше было, 60 для мужчин. Сейчас это больше срок уже. С ними вы можете заключить срочный трудовой договор, если они согласны заключить такой срочный трудовой договор при приеме на работу. Мне кажется, что я ответил на все вопросы, которые поступили. Постарался ответить на все вопросы. Я хочу поблагодарить вас за внимание, за то, что вы были с нами в течение этих полутора часов. Я очень рад, что у меня появилась возможность общаться с вами, встретиться с вами, делиться своим опытом, своими знаниями. Я надеюсь, что данное время вы провели с пользой, с толком для себя. Сможете использовать те знания, которые вы сегодня получили в своей работе. И я надеюсь, что мы с вами увидимся при проведении других вебинаров, которые по актуальным для вас темам. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...